Сегодня стали известны имена лауреатов государственной премии за 2014 год. Главная российская премия ежегодно присуждается президентом за вклад в развитие литературы и искусства, науки и технологий, а также за достижения в гуманитарной деятельности. Церемония вручения по традиции проходит в День России 12 июня. А тех, кого будут чествовать на этот раз, наш обозреватель Евгений Рожков. Объявления лауреатов государственной премии России, особый церемониал имена и перечисления заслуг перед Отечеством звучат под сводами Малахитовой гостиной Кремля. Единогласно, при таком единодушии, которого я, в общем, даже, может быть, и не помню, была поддержана кандидатура. Он действительно выдающийся композитор, удивительно обаятельный. Александра Николаевна Пахмутова пользуется всенародной любовью и авторитетом. По песням Александры Николаевны Пахмутовой можно изучать историю нашей страны. Это и БАМ, романтика комсомольских строек и победа наших спортсменов. Для многих девизом жизни стала «Трус не играет в хоккей». И, конечно, первый в мире космический полёт Юрия Гагарина. Песню «Надежда» космонавты слушают перед каждым стартом. Песня «Надежда» Песня «Надежда» вообще, знаете, она немножко как человек. Вот есть человек и умный, и добрый, и красивый, а счастья нет. Только такие. А вот и песни тоже так. Есть хорошие песни. Говорю, лучше «Надежда», их никто не знает. Но вот не сложилась судьба. У «Надежды» сложилась, слава Богу. Все песни Александры Пахмутовой по-настоящему народные. Они трогают душу, заставляют смеяться и плакать, как на закрытии незабываемой Олимпиады-80. На трибуках становится тише. Уникальные сочинения Александра Пахмутовой. Они переживут и нас с вами, переживут и авторов, и будут жить ещё долго-долго-долго. Это такое творческое наследие уникальной совершенно женщины. Академик Валерий Тишков всю жизнь занимается изучением истории и национальности. Их в современной России 180, а в СССР было больше 200. Как жить и уживаться вместе? Работы Валерия Александровича легли в основу государственной национальной стратегии. Наша задача, я вижу, в том, чтобы обеспечивать мне вот это согласие, межнациональное, общую российскую идентичность, самосознание, мы россияне поднимать на должную высоту. Импортозамещение – это задача не только нашего времени, утверждает академик Евгений Коблов. Он ещё в 70-е занялся разработкой уникальных материалов, из которых делают двигатели для отечественных самолётов, вертолётов и космических кораблей. Нужно было доставить производство материалов, компонентов, которые вы производите в небольшом объёме. И мы эту задачу решили и выполнили. Академик Геннадий Красников – родоначальник российских микро- и нанотехнологий. Он убеждён, что в этом мы просто обязаны быть первыми. И западные санкции совсем не помеха. Та ситуация, которая происходит, это вызов всем нам, специалистам. И мы считаем, что, конечно, Россия в состоянии многие вопросы решать сама. За вклад в развитие отечественного театрального и киноискусства премия удостоена Чулпан Хаматова. И тут ни для кого не секрет. Если на афише появилось её имя, значит, спектакль или фильм действительно стоит посмотреть. Актриса, которая с такой мощью работает на сценической площадке театральной, и у которой такой огромный процент попадания в зрителя происходит, естественно, она заслуживает всевозможных премий. Чулпан играет, как живёт. А живёт она для детей. Детей, больных раком. Чулпан, я просто восхищаюсь ей всегда. Она настолько великая актриса, и она востребована. И как у неё хватает времени на то, чтобы проводить какие-то благотворительные концерты. С Диной Корзун они основали фонд «Подари жизни». Всем миром собирают деньги на операции. Вместе с Максимом из Анапы они спасли уже сотни детей. То, что они делают для детей, ну, это вот подвиг. Это подвиг, они настоящие герои нашего времени. Режиссёра Александра Сокурова особо представлять не нужно. Он известен во всём мире новаторством и глубиной своих картин. Кино — это наше национальное искусство. Это мы предрасположены. Вот русские, Россия в России, мы к кинематографу предрасположены. Мы не ко всему предрасположены так, как к кинематографу. После философских «Тельца и солнца», конечно же, настоящим открытием стал его «Русский ковчег». Фильм о зимнем дворце Эрмитажа, снятый одним кадром и за один дубль. Александр Николаевич Сокуров, он посланный нашему метущемуся, безоглядному времени философ, который мыслит камерой. А Тамара Мельникова историю сберегла буквально своими руками. Музеем-заповедником Тарханы, где жил и покоится Михаил Лермонтов. Тамара Михайловна руководит 37 лет. Если постараться прийти к Лермонтову по-настоящему, то он, пожалуй, может заменить всё. Разрушенная и, казалось, уже никому не нужная усадьба в итоге стала крупнейшим литературным центром страны. Для Тархан, для этого удивительного Лермонтовского места, она, если хотите, и бабушка Лермонтова, и самая первая крепостная христианка, которая везёт на себе весь ввоз забот и радушная хозяйка, это действительно так. Премии всем семи государственным лауреатам вручит лично президент в Кремле в День России, 12 июня. Евгений Рожков, Максим Щепилов и Юлия Сталенкова. Вести. Спасибо. Спасибо.